Всем привет, это выпуск 4.3.3, рядом с вами Александр Кокорин и Артем Зюба. Ребят, приветствую вас. Приветствую, приветствую. Как дела? Как настроение? Хорошо. После чемпионата мира как влились чемпионат России? Ну, Кокор тяжело влился после чемпионата мира. Я чуть полегче, все-таки адаптировался. Александр, не сложно было наблюдать телевизор? Сложно, за игрой Артем очень сложно было наблюдать. Ну, молодец, молодец, хорошо провел, поэтому мы его ждали. Рад, что он вернулся все-таки к нам. Какие команды ты отмечишь? Россию, все. За кого болел в финале? Россию. Он не дождался. Не, болел только за Россию. Бразил, чуть-чуть еще болят за Бразилию, но там ведущий игрок, скажем так, был травмирован, поэтому они не смогли пробиться туда, куда хотели. Отметь, три игрока, которые успешно сыграли на чемпионате мира. Ошиблить можно? Да, конечно. Успешно, но отвечу наших ребят Артема, Черышева и Игоря выигрывает. Агент Феева. Спасибо. Артем, ну, а тебе как? Ты главная звезда чемпионата мира. Главная звезда, да. Реально, после чемпионата мира многие, даже кто не особо был знаком с футболом, начали следить за тобой, подписываться на тебя, болеть за тебя. Как тебе вот эта резкая смена, такая атмосфера? Неожиданность, но безумно приятно, что так все произошло. И мы рады, что Россия так удачно выступила. Конечно, мы хотели, уже когда с Хорватией хотели большего, ну, так получилось. Но если был бы Сашка, Корин, я думаю, мы были бы сильнее и точно попали бы в полуфинал бы. А так, без него тяжело. А в целом, если возвращаясь к вашим вопросам, там, какие команды болели, нравилось, очень Бельгия, честно, я ставил вообще на Бельгию, что они смогут. То есть, перед чемпионатом мира я говорил, что французы самые главные фавориты, но никто в это не верил, потому что они очень тяжело играли в группе. Но бельгийцы по ходу турнира прям очень были сильны, и я, честно говоря, думал, что решалось, в принципе, Бельгия и Франция тот чемпионом мира станет. Наверное, так и произошло. А Германия удивилась что-то? Германия удивила, очень удивила, неожиданно. Но мне кажется, нельзя убирать игроков, как там Зане, например. Все-таки это человек провел лучший молодой футболист премьер-лиги АПЛ, был признан человек, который выиграл чемпионство в Англии. То есть, очень сильные футболисты, когда убирают таких личностей, мне кажется, это не совсем правильно, футбол за это наказывается. Что означает, вот всем интересно, многие, наверное, не знают, кто следит за футболом, что означает ваш жесть празднования? Просто отдаю честь, что я играю за свою страну. Служу России, служу России. Александр, про мем состязания хотелось вас спросить. Про что именно? Мемы, вы в историях, да, да. Кто начал и что это было вообще? Начал Дзю официально. А это народное творчество. Просто люди скидывали нас, закидывали всякими этими фотографиями. А, то есть вы с интернета просто находили, да? Ну, конечно, Артем сам делал, а мне люди посылали. Нет, реально, там народное творчество, поэтому люди старались, мы не могли пройти мимо. А не было такое, что Артем позвонил, брат убери, это что-то вообще не ко всем. Ну, он обиделся, не разгарался на два дня, но после этого нормально все. Я хочу внести сразу коррективу. Потом было голосование, кто же победил в этом челлендже, в этом баттле. 78 за меня процентов, 22 за него. Артем провел эту подписку, своих фанатов в 14-16 лет собрались на Борцовой площади. Армия, моя армия. Моих амазонок. Они мои амазонки, девочки, вы мои амазонки. Про твою дружбу хотелось узнать после чемпионата мира, у тебя появилась новая дружба. Ты, наверное, понимаешь, о чем я? Нет, не понимаю, что за новая дружба. Александр. А, Егор Крид? О-о-о-о! Гуччи, Гуччи! Это не он. Это не он. Ну как? Вы переписывались? Как познакомились вообще? Ну, он написал в Инстаграм, поддерживал. Вообще, очень так поддерживал нашу сборную и игроков, поэтому мы так списались. И сейчас так, ну, по-доброму общаемся. Приятный парень, очень крутой исполнитель. Саша вообще его обожает. Почему у меня есть ракета? Есть ракета? Нет, есть, есть Крид крутой. А, одну песню назови, я с ней сложил. Егору Криду? Да. Кроме Гуччи. Подожди, там много. Там много. Там очень много. Там у меня вылетело из головы, если честно. Не, а ракета считается вместе с Тимоти, спасет Блэкстаром? Если не футбол, Александр, что бы ты выбрал? Баскетбол. Артем? Большой теннис. Ну, или мужчина по вызову. Можно так? У-у-у-у-у. e-у-у. Самый курьезный случай, который произошел с тобой в футболе? Набил 9 раз. Самый курьезный случай? даже не вспомнить таких много было в начале карьеры не начали карьеры было живот скрутил очень сильно во время игры во время игры или или не просто скрутила на второй тайм опоздал минут опять или на 7 тренер где там прям поливал пять минут и хорошо что не поменял ну я тогда на тот момент был один это играл за юноши в спартаке еще играл но не за сколько лет было на 10 11 второй тайм я немножко задержался александр самый крутой клуб который тобой интересовался но я рассказывал там долгая история потому что меня звали в аренду а у меня заканчивался действующий контракт с динамо а динамо не хотелось чтобы я туда уходил скажем так бесплатно поэтому там оставалось закрыть окна там два-три дня и мы просто не договорились элементарно с моим нынешним клубом на тот момент артем вспомни самый крутой клуб который тебе прислал вот вот как раз за два дня как зина он уволил мне звонил нет но такие разговоры бывали там то есть конкретики ну трудно говорить с англией сейчас вот были несколько команд разговоры он называть смысла их нету то есть но это не арсенал конечно лондон чуть-чуть новость броми нет что выше получше без комментариев то есть скажем так не 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 середина то есть был был такой интерес и наверное сейчас есть надеюсь они это желание переехать ну желание это мечта любого посмотрим как будет то есть я не загадываю я сделал определенные шаги сейчас посмотрим как дальше будет то есть если я стану в зените супер если англия будет действительно достойны то супер фифа ли пояска корток и отвечает фифа инстаграм или книга инстаграм книга переигрывает на сборы книга 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 не книга я даже не буду врать отдохнуть монако или в сочи сочи я был монако недавно это ужас тут пахнет надо проветрить помещение попахивает сочи хабиб или конор хабиб хабиб шаверма или бургер 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 конечно роналдо или месси месси роналдо что вложить миллион евро у тебя егор крыда или тимати не могу назвать ну смотри под смотри почему я просто обоих ну не хотим она больше знаю поэтому тиман и горит тиман не знаю хрида чуть знаю так смотри артем я сейчас покажу футболиста и ты должен ну как бы помнишь игра крокодил было кажется это показал да ты должен объяснить и кокорину что это за футболисты а у меня да все да я сейчас покажу пока бога ду до есть подсадлится на ямар на ямар и так сразу году стерлик спасибо вам за съемку большую очень было очень было весело и для наших болельщики из европы из разных стран которые смотрят на английском прощание от вас александр а ты начнешь guys nice to see us there thank you very much guys i love you i love you guys ты весь в английский всем привет меня зовут адам и это выпуск 433 рядом со мной игроки на с вами на россии алексей как он и алексей как он и андрей дюбрюк а